рад всех видеть с весной всех хотя на самом деле весна по старому календарю должна наступить где-то там 14 года вот но сейчас все равно климат поменялся фиг его знает чего как не угадаешь по крайней мере в крыму мы начали купаться где-то 50-х годах ну наверное марте сначала марта уже а потом уже мая и дальше теперь начале июня вода только уже плюс там 15 14 до зато весь сентябрь октябрь почти до ноября ну тут здесь как не знаю но за моего за мою быт на здесь тоже конечно изменилось а ну ладно самое главное что весна говорили в армии дембель неизбежен так их весна неизбежно продать пугали в ряду каштаны в столовку ходили вода рекады и срастутся вот ну ладно у меня к вам вопрос такой который меня интересует кто читает мою книжку и какие впечатления для меня это вопрос насущный потому что я ну как бы много туда сил уложил хотелось бы понять она вообще интересно или нет то чего скажет есть читающая ну причем говорить можно честно что не нравится не то читал чтоб что не сказал да ну микрофончик но интересно что история или вы имеете ввиду ли вы прочитали сколько я прочитал все еще интересно история интересна последняя часть интересна ну ладно городка сестра таланта хорошо придавайте спасибо я пока нахожусь на чтение всех вот этих разных историй в первой половине книги персонале или статьи до персонусь там и персонале да и у меня просто как-то все интересно конечно и но думаешь когда читаешь как люди издеваются над собой задается возникать такой вопрос ну то есть что бессознательно что тянет людей вот испытывать эти муки они же испытывают эти муки да когда вот про зинаиду меня очень впечатлили история да то есть что за этим стоит что вот они вступают на этот путь начинают и самоистязаться но они не идентифицируют это как ну мазохизм они почему-то считают что это вот путь какому-то свету я просто с этой точки зрения много сильно характеров у людей достаточно но есть упорство а есть тупое упрямство это разные вещи потом разная копыда мозгов у людей да вот и когда люди вот скажем чисто упрямая да вот они вступают над путь и потом они уже приходит такое состояние что они не в состоянии о чем думать и в процессе преодоления куда ведет процесс это ну вы знаете это можно сказать но вот когда человек выбирает какую-то цель там освоить вот эти асана допустим да вот любую цель но путь к этой цели оказывается такой что когда он есть он тоже достигнет то это уже ему не нужно потому что этот путь его сделал другим не в то что был ему нужен тогда ему не нужно теперь ты все и там были такие вообще вот в случае чисто вот ну упорство смысле упрямство ну два случая на вскидку значит там все стополя когда был жима друг евро гурьянов то она там кстати написано он преподавал матросском клубе йогу причем людям и 70 и выше вот и такие бойцы нормально а кто-то лежит вот асматик хрипит так вот и все мы сове с лучше но нам такая история ну вот и как-то пришел какой-то парнишка лет там двадцати пяти чё пришел ты видишь тут тут деды вообще да чё тут делаешь ну ларит я вот я вообще освоил всего ингара за пять лет имеет как-то стало скучно и вот ну не знаю вот пришел хочется пообщаться там все такое какое-то время походил потом он исчез значит и выяснилось такая вещь что он значит просто заболел причем непонятно что с ним было где-то продолжалось несколько месяцев вот он ничем не занимался он едва живой был непонятно что врачи им или поставить диагноз а потом он очухался и когда он очухался у него вся гибкость исчезла просто в ноль как было раньше до этих пяти лет понимаете да вот такая забавная вещь но он выжил значит был такой случай в Туле там один парень появился но я так в лесу не видел он сказал я говорит я поеду проведу семинар тоже освоил всего ингара потом приеду к вам потому что у меня но есть какие-то вопросы а потом пишет значит что вы знаете у меня началась сангина и тоже никто и не может вылечить никак температура 40 вот уже третий месяц значит да и такая же история потом он очухался и гибкость исчезла то есть даже если удастся вообще засиловать организм то это еще хороший выход что потом они остались живы понимаете да вот был один дурачок когда мы занимались посольстве в индийском значит это было там конец восьмидесятых начало девяностых значит мне потом звонит один кадр говорит ты помнишь вот такого там такой фанатик был я помню он говорит ну вот ты можешь посоветовать это же классическая йога он говорит я говорю в чем дело говорит он занимался вот по ингару по сидерскому еще чего-то я говорю теперь что теперь сидит в инвалидной коляске я ему так и чего может помочь но это бесполезно да то есть были такие люди были такие люди значит и почему они туда шли кто-то шел из-за неблагополучия в голове потому что было бы было какое количество маньяков определенное я помню куда был молодого парнишка был 72 год который посчитался там чего-то говорит вот я буду заниматься йогой я мне нужно пойти в тибете вот там настоящий йога к тебе тут вот еще на помир ушел куда туда это мы верили спасли нашли он там чуть не сдохнет там пещере съел вот нашли спасли но это уже ну башка да вот один там был такой я не он написал духовный товарищ который повесился просто да вот то есть и было были те люди были маньяки так это вот или ну скажем такие умственные отсталые которые ломились не с нами ли не зная куда да вот то есть ты идешь заниматься это узнаешь что такое это за поймешь с утра вела молчание ума туда зачем асаны возникает куча вопроса которые нужно ответить себе и тогда ты уже будешь понимать хотя бы ну для чего эти вот сказали вот что это да и все они ломятся вот значит были небольшая простойка людей ну таких уникальных как объеме смирнов до который был не аэрохирург вот и в общем то работал с текстами были доступны любые тексты еще в то время значит где-то до войны после войны значит и он значит написал вот перевел бхагадгиту значит да и но в общем скажем так махабхарату цикл бхагадгиты он перевел значит больше чем институт востока на 40 лет он один перевел да вот значит и написал комментарии вот частности йоги значит был такое я пишу там ним был такой филарет коровкин с которыми переписывался это человек попал где-то начале 70-х в индию причем был врачом по образованию как он туда попал чем там дело его там учили где-то получился йоги на причем видно что очень серьезно учился хотя там были меня что оттолкнуло нет почему не стал с ним общаться потому что он мне написал это был семьдесят наверно второй год но там дата стоит посмотрите что тут вот можете пользоваться книга ингара он мне написал вот там баррака строчка это меня отвратило от общения с ним потому что это время прекрасно поймал уже на свежку решет какой-то гаингорода я уже одну как бы запер вот значит были одиночки какие-то ну вот был андеграунд там поэты там до музыканты типа рябичикова там не знаю еще какие-то которые ну устраивали кочегарами там где-то да и своим творчеством занимали были такие которые занимались у кого так тур вот я решил ну заниматься как бы две жизни вот обычная жизнь ее не ущемлять а йога она будет когда угодно мое свободное время там место 100 лет и чего надо но это оказалось наверно верным решением хотя это было но не очень наверно легко да но тем не менее вот и меня всегда ну я должен был понять что делаю или дело что-то для того чтобы понять а почему эти люди занимались вот так такими вещами ты не знаю понимаете может быть слепая вера может быть не недостаток ну так сказать интегритальная ущербность некоторая да и вот лезли туда ну и все меня вот за много лет был один такой только парень который пришел ко мне значит все заниматься ночи на совка я спросил вот ты чё пришел ко мне-то он результете вот я не очень понимал что такое йога значит я стал ходить по учителя московская почти год ходил смотрел как чего вода и потом читал доступную литературу потом интернет и пошли надо к вам ну человек провел анализ да хотя бы что-то такое ну куда залезешь в принципе на но это в общем то понятно она ваш вопрос почему ответить нельзя но как говорила взык когда-то кому дано услышать поймет кому и давно понять не услышит тут без комментариев так что если у вас все передавать владимиру ну я пока половину прочитал персонали уже близки завершению круглый стол 3 я почему привел статьи потому что там есть такие интересные типа кондратова это был удивительный человек который работал с народом они расшифровывали значит это самое письме сестра пасхи хотя он не спел он умер да вот удивительно был человек и комментарий очень интересно поэтому это статьи а есть маразм такие как иванов там да но вот я просто решивши но то но надо знать когда который интересуется фигуга не но в плане понимание того как в общем из чего рождалась там ну сама книга йога искусство коммуникации как бы есть понимание ну да какая ситуация в целом была с информацией там в то время в те годы ну чем вам приходилось собственно работать и что мы сейчас виде фара запретил взыскать ну да да причем жестоко а теперь я столько что-то это море дезинформации просто ну да это вторая сторона не вторая сторона это скорее вопрос того почему сейчас так развиваются в целом событий потому что ну информации не было в принципе тогда и на этой почве это коммерция не было ну да и в чистый интерес да и на этой почве собственно говоря могло вырасти можно было спекулировать как угодно ну чем собственно и многие наверное были люди да уже когда наступили 90 непосредственно это все начало просто уже семена давать даже не семена уже как бы плоды собственно говоря вот поэтому но с точки зрения этом истории конечно ну я не думал что было настолько все как бы плохо но с точки зрения качества информации вот и йога искусство коммуникации в этом смысле такой как это уникальная определенной степени там как бы книга ну и явление наверное вот да просто вся тут дурная духовность на людям мозги зацарела вот это вот отрава понимаете ну да я понимаю но я как бы с йогой наверно только в начале двухтысячных столкнулся ну как вот ну да как явлением поэтому у меня она уже была были какие-то такие все годы там доступная литература еще как-то ну что может быть до некоторой степени не спасло но то что было до этого конечно там особенно советский период это конечно очень интересно поэтому ну читаю ну ладно когда же добьете тогда придавайте если есть что сказать скажите ничего не скажу я полистал там только главу которая про созерцание историческую часть как бы не касался но последний прочитали то саму технологию ну да ну тут как-то надо действительно через себя пропускать то есть как-то там сколько вы сказали 8 месяцев надо ждать до первых ну я читаю начал читать медленно правда дошел до зубкова ну да поражают некоторые люди особенно вот я фамилию не помню помню станислав который палубе себя привязывал их ногами все-таки я подумал вот его бы энергию да вот действительно в нужное русло бы может быть ну чем бы многого достиг и как бы в этом плане так же удивляет как вам удалось все это проскочить мимо вот этих всех не знаю ну выйти на правильную таскать дорогу пойти весь этот путь тоже могла быть такая сложится ситуация что вы где-то были не там скажем так завернули бы и куда-нибудь не туда ушли исключать но это тоже нельзя как бы не 100 процентов во время понял что овенгар это обман потому что честно четыре года таскать как бы старательно занимался значит да был как прогресс там стала расти гибкость прочая начида бы были травмы кстати мнение слава богу не было больших кроме связки когда связку порвал но это было не не в самой йоге как бы до в быту но из-за того как я занимался этим да вот и когда я не понимаю меня меня это злит я должен разобраться и вот когда читаешь любая поза есть асана да противо сразу получается что пока поза удобная она асана вопрос возникает а сколько то держать пока удалось удобно да иначе начинает от ниточка тянутся ну вот и потом вылезаешь глубже глубже смотришь на себе ну и как бы потом уже приходит понятие расслабление потом же там внимание что с ним делать да что делать с ментальными таскать заморочками ну в общем как бы думаешь на самом деле так все думать это очень хорошо нам повезло что вы есть как бы что у вас есть опыт который вы можете передать и любой желающий может его принять для себя использовать это у меня наверно из социализма такая привычка что ну как была такая жизнь что люди старались быть полезными не только себе но еще и обществу да там помню собирали металлолом там да значит убирали там школу там сажали там сад там да вот там помогали там старшим там да ну как тимурова команда да это сих пор когда там вижу метро какая-то там женщина тащит чемодан у меня такой импульс сразу да это вот все осталось и родители допустим они воевали да не выжили вернулись тоже были полезными и вот это вот как бы стремление ну если у тебя что-то еще есть ну полезно это что знаешь что нужно как бы этим поделиться но ну было изначально но сначала нужно понять чтобы не не передать людям ту в ту да ну как то так а коммерция не было поэтому ну ну это был чистый интерес но таких людей наверно было не так много которые пытались понять а вот почему может я такой дурак что пытался понять мне главное понять да вот что я делаю и зачем да тогда ну когда это длится 50 лет то и завтра можно выйти что это интересно может выйти еще кто-то хочет я рассказать нет марин не хотите ну ладно тогда еще книги мы закончили все-таки мне хотелось бы конечно более подробное впечатление получить вот она будет подождать хотя в месяц чтобы все дочитали до конца уже и тогда может по что-то прочитанного какие-то вопросы есть нет или как бы все ясно просто вы читаете и все интересно советском союзе ну собственно понятно как это все развивалось да ну довольно все скромно и замкнуто во всем остальном собственно риме ну у меня просто возникло такое ощущение впечатление даже вот ну если говорить о там какой-то современной литературе что ну как-то кардинальная ситуация с информацией то не изменилось либо не знаю мы может может быть не знаем о таких источниках не знаю переведены книги какие-то где бы была информация то вы понимаете о чем когда начало хручевского теперь то стали приводить книги но основа по философии по философии а тема самосовершенствования безруководящей линии партии было невозможно ну это я при этом если третьим круглым столе там эта тема возвращается того что это все должно быть в рамках ну понятно я имею ввиду информация то она в итоге я просто не могу понять для себя даже но философия понятная технология как таковая то есть она ну вот есть искусство йога искусство коммуникации книга а если какие-то еще источники ну вот то на что я смог опереться то на что смог реально опереться учитывая собственный опыт эта книга вот это переводы Смирнова книга Абхишми комментарии по йоге где он как нейрохирург он комментирует там про все эти хотя он так сказать считал что система чакр работает это же там с нервными сплетениями да я с ними согласен честно говоря вот поскольку эта вещь такая смертельно опасная с этим работать да вот пытаться туда лезть не знаю чего вот и собственно говоря толчком для меня был Ефремов а конкретика это вот Смирнов ну может быть Андрован и Лизбет его работа по дыханию ну вот да Лизбет более мере конкретный человек ну да 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 а так получается и собственно все ничего то не изменилось по большому счету да по практике ничего не переводили ну не было переведено да и Смирнова работа тираж от 1000 экземпляров пятьдесят восьмой год ашхабад илым как достать то это кто мне это случайно попало ну там еще конечно была еще толковая вещь чата патхия это индийская это коммунист блин вот значит у него работала какая-то даршана то есть история индийского материализма вот там это очень интересно йоги от происхождения йоги там действительно что она вышла из первой бутной магии да то есть когда люди делали какие-то ну обряды чтобы повлиять там на урожай там чтобы вызвать дождь но когда в данное время заметили что то что они делают действует на природу на них самих и вот это вот было толчком да а брахмана моих они же не работали им было времени дофига да да или философия у них был какой посыл то есть что такое в принципе практика йоги и вообще йога да это устранение движения последовательно это устранение движения тела то есть основание статичное значит да устранение движения сознания то есть основная станоком ментального процесса значит пранаяма есть устранение разницы между вдохом и выдохом значит да то есть и у них была такая идея значит ну которая вот столкнулись у нас, скажем, физики, то есть частица ведет себя в зависимости от того, есть наблюдатель, кто смотрит или нет. И поведение зависит от наличия наблюдателя. Они хотели устранить субъективность восприятия, чтобы было чистое восприятие, чтобы не было «я», чтобы оно не искажало. Вот стереть это «я» и воспринимать чисто восприятие. Вот это была такая идея в философском плане. Как к этому они шли? По-разному шли. Потом были отклонения, типа тантры средневековые, это ситхи, получать эти вот способности и так далее, и так далее. Хотя это все известно было нейрохирургам давно, потому что когда человек погибает от рака мозга, таких наблюдений было очень много, они остались. То есть в терминальной фазе, когда мозг уже гибнет, то у людей, у этих, которые вот погибали от рака мозга, значит, да, был такой Брянцев, среди детективов, там, конечно, Синева Гнезда, там целая куча хороших книг, да, вот, ему 20 операций, по-моему, делали на мозге, он, значит, жил. То человек, значит, приобретает способность цветов, определять цветовкусную ощупь, значит, да, видеть сквозь стены. Это когда мозг гибнет, он приходит в такие режимы, да, воспроизвести их на здоровом мозге невозможно. Только можно очень сильно расстроить психику, да-да, и там что-то улавливать. Но по вопросу, можно ли потом остановить, это уже такие штуки. Ну, это уже другого несколько. Не будем углубляться. Нет, просто не переводили. Почему нет? Философию – да. Там все эти книги я перечислил. А практику нет. Ну, вот, нет, и все. Собственно говоря, а что было переводить? С утра перевели только в 92-ом. Да, и вот, когда я это прочитал, ну, просто… Да нет, ну, после 92-го уже, собственно, ничего изменировать. Ой, да, извините. После 92-го-то информация-то больше, по большому счету, качественно-то не появилось. Неинтересно. Коммерсантам неинтересно в темнике. Им интересно гнать. Конечно, конечно. Такая же, таки узкая тема. Я думаю, в английском семье много есть, но по логике так. Просто надо английский хорошо знать, интересоваться, что с мамой ластиком. Знаете, я просто плохо, к сожалению, потому что есть. Просто это нету бизнеса в этом. Конечно. Вот чего Смирно перевел Махабкара-то? Чего? Он был полигелотом, знал, по-моему, 19 языков, да ему было интересно, понимаете? Ну, мне тоже было интересно. Почему? Ну, черт, дурак такой, что мне вот это было интересно. Да кому-то же там было интересно. Ну, например, там, Менделеев там разбирался в этом, блин, в элементах там, да? Вот, Кекуля приделал формулу бензола, там, с ума сходил, пока не увидел этих обезьян, которые сцепились хвостами, да? Все было по-разному, но все в основе интерес. В основе, конечно, интерес. Ну, получилась как-то, брат, странная история. Потому что, например, была алхимия, да? Потом она стала чистой химией. Была астрология, потом стала астрономия. То есть, как бы это шло к науке. А Денуга, она, по крайней мере, вот уже в нашем обществе, да? После 90-х, наоборот. Так сказать, да, от практики она ушла в мистику, да? Ну, вот. В эзотерику дурацкую. Какой-то обратный процесс. Ну, то есть, люди, как бы, до кота пор как бы умнели, в общем-то, просто стал глупеть. Ну, гаджеты. Что вы хотите? Я помню еще лет, наверное, 15 назад, когда первый раз был в Штатах. Меня поразило. Там прошлое универмаг. Зашли в универмаг сетевой лаки. Так вот, что там купили, значит, с моим другом этим. С Гришкой. И потом, значит, ну, считать. А девочки зависли. А компьютер вырубился. Мы не можем посчитать. Я говорю, да, 32 доллара. Это вы в уме посчитали? Это что тогда было? Вы понимаете? То есть, у меня глаз на лоб полезли. Чего не считать? Таблицу обнажения они не знают. Да? Они вообще ничего не знают. Кнопки нажимать, но... Народ измельчал. Я помню, что меня в Израиле поразило. Когда я жил в Кибуце. Наверное, это был шестой или седьмой мой визит в Израиле. Там я 9 лет, по-моему, семинар проводил. И народ такой, народ-то спокойный вообще, да? Вот. И потом, как-то раз-то был этот праздник. И что-то молодежь забузила. Они, видимо, приели. И начали там что-то орут. Я думаю, ой, сейчас подерутся. Хоть посмотрю. Нифига. Рали, наверное, всего сейчас друг на друга. И я думаю, что ж такое, блин. Ну, хоть бы кто-кому в туре сдал бы, да? Ужас какой-то. Вот. Вот. У меня сразу вспомнился роман «Слава Лево» «Озвращение со звёзд». Когда там встраивали это, что человек не мог причинить вред другому. Да? Вот это вот. Ну, это бред. Это бред. А с другой стороны я помню о Мёртном море, когда были, значит… Там… Какой-то был праздник. И праздничный обед. А отель был такой. Пятивёздночный. Не помню название, но Мёртном море. И вот, значит, там что-то… И бутерброда с чёрной икрой. По три икринки до бутерброда. Ровно по три. На каждом. Я вообще потух. Ну, это смешно. А когда, значит, потом… Я, по-моему, в очереди стоял, значит, там… И… За этим соком. Кто-то ещё спрашивает. А свой голос идёт снизу. Я смотрю, значит… Парень. Охрененно красивый. Просто мужик. Ну, его лет, может, тридцать. Вот такие плечищи. Ну… Борца. У него ног нету. Он в коляске сидит. Представляете, да? Это вот война. Они же там воевают. Вот. Ну, просто смотришь, блин, и за мной влезут. Ну, как? Вообще, да? Ну, вот… Так что там свои прелести. Вот. И там йога, значит, она… Ну… Как бы сказать… Люди там очень много работают. Вот. Не знаю, в каких работах. Они уматываются. Кому хватает ума, тот… Вот. Учатся расслабляться, да? Ну, в общем… Там больше, конечно, этого самого. Понятно чего. Просто больше обмана. Вот. То есть, суррогат йоги, как бы. Он называет йогой все что угодно, а… Там… Ну, понятно, в общем, тенденция ясна. Лишь бы платили, да. Ну, ладно, если вопросов нет, спасибо за внимание. Приступаем к практике. Спасибо. Спасибо. Спасибо.